Всем привет, с вами канал Грин Гуд, и мы продолжаем нашу серию гайдов по 32. И сегодня у нас Найс Сталкер. Так, Найс Сталкер сейчас используется иногда и в мид, и в виде кэри. Ну, в любом случае он должен пофармить. Так, если вы берете его на мид, то вы покупаете ему боттл через абуз боттла. После получения достаточного левела вы можете идти гангать очень так хорошо. Ну, в чем особенность этого героя, что он очень активен ночью, а днем, ну, так, пофармить и аккуратненько, без драк обойтись. Так, что покупать? Покупаете фейсбутс, армлет, можно купить башер, алебарду, бкб, потом купить тараску и превратить, скажем, башер в супербаш. Ну, можно купить там вместо алебарды криты, но алебарда сам по себе хороший предмет, как и в начале игры. Ну, а особенно, мне кажется, хорош в лейте, что обезоруживает противника. И я думаю, перейдем к скилам. Так, ну и первый скил у нас Войт. Время действия днем 2 секунды, 4 секунды ночью. Замедление передвижения 50%, замедление атаки 35%. Урон 90, 160, 225 и 335. Так, второй скил у нас Сальва. Днем длительность 3 секунды, ночью 5 секунд, 6 секунд, 7 секунд и 8 секунд на 4 уровнях прокачки. Так, шанс промаха днем 10%, шанс промаха ночью 50%. Так, пассивочка. Пассивочка увеличивает как раз таки вот эту саму силу Найт Сталкера ночью. Дополнительная скорость ночью 20%, 25%, 30%, 35%. Дополнительная скорость атаки ночью 45%, 55%, 65% и 75% на 4 уровнях прокачки. И ультимейт у нас Darkness, длительность которого 20 секунд, 50 секунд и 8 секунд Найт Сталкер делает ночь на всей карте. И там еще, где часики сверху изменяются на вот такой нючок на Сталкер. И снижает видимость врагам на 25%. И... Наверное... В принципе, это как бы все. Что самое главное. Ну, надо запомнить, что днем вы так пофармливаете, а ночью идете и всем убиваете. Да, именно. Ну, погнали, что сказать. Бешеный, конечно, бешеный. Бешеный, да. Никто не убежит. Скорость бешеная, на самом деле. Уже жаско больше. Приехать слов нет, наверное. Так. Ну, наверное, это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.